Мнимое последствие. Этот тип ошибки еще называют скользкая дорожка или эффект домино. С ним приходится иметь дело, когда в ходе полемик утверждается, что признание позиции оппонента ведет к определенным последствиям независимо от условий и чаще всего к последствиям пагуба. Например, стоит позволить христианкам появляться где-либо в джинсах и со временем вам придется венчать в церкви однополые пары. Конечно, при достаточном уровне мотивации и определенной степени развития фантазии можно придумать сценарий, в котором исходные условия окажутся той скользкой дорожкой, которая неизбежно придет к такому результату. Подобно как падение первой из поставленных в ряд костяшек домино приводит к падению остальных вплоть до самой последней. Но никакой прямой логической связи между этими утверждениями нет. Рассказывают, как однажды два человека стояли на перроне в ожидании поезда. Первый, мужчина средних лет, в дорогом костюме, с кожным портфелем, нетерпеливо поглядывал на свои золотые часы. Второй, юноша с рюкзаком, одетый в джинсы и толстовку, спросил, сколько там? Никакой реакции не последовательно. Не подскажете, который час снова поинтересовал зато? Ответа опять не было. После паузы молодой человек предпринял новую попытку. Простите, что доставляю вам беспокойство, но неужели так трудно ответить на простой вопрос? — Послушай, — отозвался попутчик, — если я скажу тебе время, у нас завяжется беседа, мы познакомимся, подружимся, и со временем я приглашу тебя к себе домой на ужин. Там ты встретишь мою красавицу, дочь, которой почти столько желез, сколько и тебе, и влюбишься, она ответит тебе взаимностью, ты сделаешь ей предложение, она согласится, и вы поженитесь. А я не хочу, чтобы моя дочь вышла за кого-то, кто даже часов себе купить в состоянии. В Библии примером такой аргументации являются слова серебряных дел мастера по имени Димитрий. Этот Павел своими убеждениями совратил немалое число людей, говоря, что делаемые руками человечками несут боги. А это угрожает тем, что не только ремесло наше придет в презрение, но и храм великой богини Артемиды ничего не будет значить и не спровергнется величие той, которую почитает вся Ассия, да и вся Вселенная. Книга Деяний апостольских, 19 глава, 26-27 стих. Конечно же, теперь Димитрию и его коллегам придется искать иную нишу на рынке серебряных товаров. Но позвольте, если Артемида действительно великая богиня, то как может ее величие во всей Ассии, а тем более во всей Вселенной, быть неспровергнута из-за вызванного речами провинциального проповедника падения доходов, которые получают торговцы сувениром? Скольская дорожка в сочетании со ссылкой на страх – излюбленный идеологический коктейль, используемый политическими и общественными деятелями. Рекламные же агенты, со своей стороны, используют не негативную, а позитивную версию этой уловки. Стоит купить рекламируемый товар, и вы неизбежно станете здоровы, стройны и счастливы. Однако не следует забывать – цель рекламы – не удовлетворить потребность, а создать ее. Так что, если собеседник использует этот прием, знайте, вам хотят случить что-то, о чем до сих пор вы даже не задумывались, независимо от того, какой товар вам прилагается – материальный или же идеологический. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова